Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитаты свободы». Если вы не следили за последнее время за соцсетями, вы ничего не пропустили. Сейчас я перескажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютюбе, Телеграме и Твиттере. Тема этого выпуска – эвакуация из Афганистана, преследование историков за оскорбление Александра Невского и сетевые споры о скульптуре «Большая глина» номер 4. После того, как экстремистское движение «Талибан» вошло в столицу Афганистана – Кабул, весь мир облетели страшные кадры из Кабульского аэропорта, где царила паника и хаос. Люди пытались улететь из страны, цепляясь за шасси взлетающих самолётов. Падали и разбивались насмерть. Своим потрясением делится авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Они привыкли ездить верхом, на автомобилях и поездах. У них нет никакого образования, никто не рассказывал о том, что самолёт летит очень быстро. Настолько, что дышать на такой скорости невозможно, потому что скоростной напор разрывает лёгкие. Они даже не знают, что с подъёмом падают давление и температура, и вышить на такой высоте невозможно. Попытки таким образом убежать из страны – это отчаяние, помноженное на полное невежество. Удивительно, что при этом талибы захватили страну без боя. Недоумевает корреспондент русской службы Би-Би-Си Павел Аксёнов. Что происходит с человеком, когда он боится брать автоматы, воевать с врагами, но при этом готов в бегстве от них цепляться за самолёт, чтобы гарантированно разбиться насмерть? Это просто зашкаливающая высокая степень смятения. Я не осуждаю никого, я просто пытаюсь представить, какая тьма накрыла этих несчастных. В огромном количестве постов повторяется одна и та же мысль. За всех этих людей так или иначе должны нести ответственность США, которые дали им надежду на лучшее будущее, а теперь бросили их на произвол судьбы. С этой мыслью категорически не согласен Аркадий Бабченко. Я вас прошу, Бога ради только, не употребляйте вот эту вот фразу, которую я прочитал, наверное, в каждом тексте, в каждой статье сегодня, про то, что Америка предала Афганистан. Вот не повторяйте это пропагандистское дерьмо, пожалуйста, потому что оно создано только с одной целью – поселить у вас в головах одну единственную мысль. Америка тебя кинет, сынок? Ну а уж НАТО империя никогда. Вот уж наша империя как придёт, так она надолго. Ну, в общем, это вариация изречения «ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи». Помогли вообще-то, ещё как помогли. У США не было такой задачи за счёт своих денег, за счёт своих смертей, за счёт своих жизней строить в Афганистане Калифорнию. У США была совершенно другая задача, и только одна – обезопасить сами Соединённые Штаты Америки от исламских террористов, свивших себе гнездо в Афганистане. И эта задача выполнена на 100%. Аль-Каиды больше не существует. Бен Ладен обнаружен убит, и тело его сброшено в океан. Небоскрёбом Нью-Йорка новый 9-11 пока, в ближайшие пару десятилетий, я думаю, теперь уже не угрожает. Всё, дело сделано. Всё остальное был лишь факультатив, опциональное приложение. Добрая воля Америки, которая сама, без принуждения, почувствовала себя обязанной. В том, что она пришла в чужой дом, когда там не было никакого хозяева, двери нараспашку, бомжи ссали по углам, крысы, хозяинчики, кто хочешь. И вот она пришла в чужой дом и уничтожила там осиное гнездо, которое осы свели себе на чердаке. И оттуда, из этого вашего дома, из чердака убивали всех детей в округе. Америка туда пришла, это осиное гнездо уничтожило. И сама не только решила прибрать за собой, потому что натоптала на ковре, но ещё и решила полностью капитально отремонтировать дом, поменять стропила, покрасить стены, перекрыть крышу, а главное всё пропитать инсектицидом, антисептиком, чтобы уже ничто не завелось нигде и никогда. Всё, никаких других задач больше там не было. В размечании военной мощи США дальше всех зашёл писатель Захар Прилепин. Афганистан, если предельно масштабировать, показал простую вещь. Даже усталая и раздолбайская советская армия 1980 года с дичайшей дедовщиной и под забытым опытом большой войны справлялась с талибами, держала их в узде, а американцы нет, не справились. Вывод отсюда вовсе не парадоксальный, а предельно простой. В случае прямого и беспощадного конфликта мы победим Америку. Неизбежно победим. Сломим. Этот пост иронично откомментировал другой писатель, Виктор Шандерович. Отчётливо помнится мне, как, выйдя на крылечко московского офиса Радио Свобода после эфира со мной, ясным летним днём 2009 года, гендиректор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде, оппозиционер и писатель Захар Прилепин меланхолично вспоминал, как хорошо и комфортно было ему в Америке. Я не думаю, что он сильно изменился с тех пор. Изменились, так сказать, предлагаемые обстоятельства. И эти как раз изменились довольно сильно. Вот он и вписался и продолжает вписываться со всего размаху. Так что вы не переживайте. Прилепин не идиот. Просто сейчас предвыборная кампания. А его убогому электорату такое нравится. При этом Прилепин, похоже, забыл, что движение «Талибан» возникло в 1994 году, напоминает Борис Кагарлицкий на YouTube-канале «Рабкор». Дорогой Захар Прилепин, ты бы хоть немножечко почитал историю советскую, между прочим. Потому что никаких талибов в качестве противников советской армии в Афганистане не было. Движение «Талибан» возникло для противостояния как раз с теми самыми маджахедами, которые пришли к власти в Афганистане после ухода Советского Союза. И, кстати говоря, с маджахедами справились они неплохо. То есть, иными словами, может получиться, что маджахеды, в общем, худо-бедно как-то вытеснили Советский Союз, талибы вытеснили маджахедов, американцы побили талибов, после чего через какое-то время талибы обратно вытеснили американцев. Но главная причина, конечно, далеко не в том, что американцы слабы или талибы сильны, а в том, что, по большому счету, Афганистан, кроме как по причинам престижа, американцам был на данном этапе не очень нужен. Другой вопрос, что характер провала, который произошел в Афганистане, явно ударил по имиджу Соединенных Штатов. Потому что, конечно, повторяю, они готовы были сдавать и Кабул, и весь Афганистан талибам. Более того, это было частью плана, это было абсолютно просчитано. Но вот того, что все это примет такой позорный, катастрофический характер, что развал афганского прозападного режима произойдет за считанные, в общем-то, дни и даже часы, этого все-таки в Вашингтоне не ожидали. Такое быстрое падение афганской власти показывает, что никакой народной поддержки у нее не было, пишет либертарианец Михаил Пожарский. Вооруженные силы США – самый совершенный инструмент насилия во всем мире и, видимо, за всю историю человечества, который способен разнести любую другую армию и разбомбить к чертям средних размеров страну. Почти 20 лет тому назад этот кулак со всей силой обрушился на Афганистан и Талибан. И, разумеется, победил. Но что дальше? А вот дальше, спустя 20 лет, нынешнее позорище. Оказывается, одно только преимущество в силе не дает вам буквально ничего. Вы можете разбить противника в открытом поле, разбомбить его базы, убить его солдат. Но как заставить миллионы людей, рассеянные по обширной территории, сотрудничать с вами, подчиняться вам и вообще считать вас легитимной властью? Здесь-то и нужна политика – убедить, выстроить отношения, создать систему коммуникации. После военных побед самое сложное только начинается. И эта политическая работа была напрочь провалена американцами так же, как когда-то советскими. В итоге происходит закономерное. Стоит лишь кулаку немного ослабеть, как оказывается, что нет буквально никого, кто бы хотел защищать или поддерживать сложившийся порядок. Как ни крути, власть – это дело добровольное. Винтовка рождает приказ – штуку эффективную, но сугубо сиюминутную. Винтовка не рождает власть, так как нет никакой возможности приставить солдата с винтовкой к каждому из миллионов людей, что проживают на подконтрольной территории. Власть рождается только из согласия. Пускай далеко не всегда информированного и продуманного, но все-таки согласия. Ханна Аренд была совершенно права, когда писала, что власти и насилие – это не просто разные вещи, а вещи противоположные. Где торжествует одно, там нет другого. С точки зрения простых афганцев, талибы, возможно, не так уж плохи. По крайней мере, при них был порядок. Поясняет востоковед и знаток страны Аркадий Дубнов. В стриме на канале Евгения Альбац. Я езжу в Афганистан с 93-го года. Я застал все периоды, в том числе и талибанские, и маджахетские. Только власть на Джабулу не застал. И не было, естественно, во время советской интервенции. Так вот, талибы установили порядок, они установили справедливость, они покончили с бандитизмом. Женщины, да, ходили в бурках, но они не боялись выходить на улицы, потому что их, в общем, на улице раньше могли изнасиловать, во времена маджахедов. А когда пришли эти ребята бородатые, они к этому положили конец. Жестко, но последовательно. Расстреливали и так далее. Я к чему говорю? Что вот этот порядок вещей гораздо более, умно говоря, эманентит, так сказать, этому населению, чем то, что им предлагалось взамен. Да, Кабул жил другой светской жизнью. Да, это абсолютно европеизированный почти стал город. Да, девочки ходили в школу. Да, женщины могли не носить хиджаб, хотя в последнее время все-таки старались это делать. Работали университеты. Да, работала пресса свободно. Да, у них роскошный интернет. Да, так сказать, журналисты чувствовали себя свободно, была свободная пресса. Да, это Кабул, может быть, еще Мазари Шариф. Про Кандагар я был однажды на американской базе. Я плохо знаю про жизнь в Кандагаре. Короче говоря, я не очень сильно удивляюсь, что талибы так быстро взяли Афганистан. У проамериканских властей было достаточно времени, чтобы установить в стране другие порядки, считает корреспондент «Голоса Америки» Александр Григорьев. Афганцы сами выбрали этот вариант будущего Афганистана. У уничтоженного талибами афганского государства были легитимное правительство, деньги, большая армия, современное оружие, отсутствие внешней угрозы, международная поддержка, более-менее честные выборы, более-менее свободная пресса, инструкторы и помощники. У них были драгоценные 20 лет, это целое поколение. Байдена, Трампа, коллективный Запад можно ругать сколько угодно за этот провал, но именно афганцы и только они не оказались сопротивления наступающему средневековью. Именно они, а не американцы с европейцами, отказались защищать права своих женщин, свое право на инакомыслие, свое право на большой мир и свое будущее. Нечто подобное произошло в Ираке, когда наступал ИГИЛ. И знаете, что будет дальше? Есть два основных варианта. Либо Талибский Эмират начнет мутировать в более вменяемую систему, либо начнется очередная гражданская война. Нынешняя завершилась только что. Надо подождать 3-4 года. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. В продолжении подкаста речь пойдет об оскорблении памяти Александра Невского и о скандальной скульптуре, которую установили в Москве. Продолжим через минуту. Не переключайтесь. Я родилась в конце 20 века. И до последнего времени путало события путчей 1991 и 1993 годов. Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце. 30-летие провала ГКЧП – отличный повод для тех, кто родился после развала СССР, разобраться в том, что тогда произошло. Слушайте в подкасте «Те, кто не в танке». В эфире «Свободы» вечером 19, 20 и 21 августа. Не пропустите. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Россиян уже трудно удивить новостями о репрессиях за оскорбление памяти символов былого величия державы. Но новосибирским следователям это удалось. Они вызвали на беседу директора городского открытого колледжа Сергея Чернышева по поводу оскорбления памяти Александра Невского. В фейсбуке Чернышев написал. До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп – ВОВ, то, в общем, ты никому и не интересен. Но нет налицо охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах оскорбления, неуважения, унижения. Но в истории нет таких терминов. И я, естественно, бесконечно далек от их применения. В общем, в интересные времена живем. Разговариваем со следователями о Невском и Батвии. Сергей Чернышев – кандидат исторических наук. Пост, который привлек внимание органов, он написал в связи с переименованием одной из улиц Новосибирска. Предысторию Чернышев пояснил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». У нас в Новосибирске, как и во всех городах постсоветских, есть площади, которые разными именами убийц названы. Ну, типа там Урицкий, там вот всякие такие революционеры. Вот Свердлов один из них. Вот у нас есть площадь Свердлова. И там мэрия устроила опрос, что типа вот давайте мы-ка переименуем. Мы начали голосовать. И так же, как вот знаете, в Москве с Лубянкой было. В финал вырвались две фигуры Свердлов и Александр Невский. Ну, собственно, я как историк пишу об этом периодически. Ну, вот и про это тоже написал, что выбор между Свердловым и Невским – это выбор между бандитом и коллаборационистом. Это неправильные суждения, то есть, да, они не несут никакой негативной коннотации. То, что Александр Невский сотрудничал с Золотой Ордой, это как бы факт. Это даже в школьных учебниках есть, в его, в общем, житии, которое православная церковь сделала. Ну, собственно, коллаборационизм – это сотрудничество с врагом. А дальше вы как хотите, так это и оцениваете. Можно негативно оценивать тогда, это называется предательство. Можно оценивать позитивно, можно оценивать нейтрально, можно оценивать так, как у нас там это традиционно оценивается, что он, конечно, сотрудничал, но он это делал для того, чтобы вот веру православную сохранить. Но вот это не меняет тот факт, что он с врагом сотрудничал. А все, кто сотрудничал с врагом – коллаборационисты, все. Только и всего. Следователей тот факт, что коллаборационизм Невского упомян в школьных учебниках не остановил. Если так дальше пойдет, изучение истории станет в России таким же опасным делом, как и занятия журналистикой. Вячеслав Русаков. Следователь у нас – главный эксперт по истории. И нахрен не нужны все эти исторические следователи, ученые, академики. Их мнение не значит ничего. Следак решать будет, что правильно изложено, а что нет. Илья Вайцман. Самое страшное, что это не пародийная новость. Сомнения в сталинской агитке про Александра Невского уже достаточный повод для возбуждения Следственного комитета. Дальше что? Отрицал победу при Цусиме? Юрий Климовский. За осквернение воинской памяти Ильи Муромца еще дел не было? Новые дела появятся наверняка. Ведь теперь для их возбуждения есть такой удобный повод, как та самая 354-я статья Уголовного кодекса, по которой судили Алексея Навального. Как выясняется, она подразумевает наказание не только за оскорбление ветерана Второй мировой, но и за оскорбление всех участников боевых действий. И негативные высказывания о важных памятных датах в истории, в том числе таких, как Куликова битва или Ледовое побоище, пояснил Чернышев журналистам «Эхо Москвы». Случай с Чернышевым комментирует на радиостанции «Эхо Петербурга» историк и публицист Юлия Кантор. К сожалению, история слишком политизируется. И когда возникает в обществе советском или постсоветском, если мы говорим о нашей стране, или в любом другом обществе, за рубежом та же ситуация, когда возникают какие-то политические катаклизмы, немедленно в качестве оружия, иногда в булавы, понимаете, в палице, эксплуатируется история, только именно в тех кусочках, выхваченных из общего контекста, которые удобны тому или иному политику или той или иной политической партии. Вот это самое страшное. Потому что в этом случае история, исторический персонаж превращается в пропаганду. И всегда находится достаточно желающих выслужиться перед властями при помощи доноса, поскольку Чернышева вызвали в Следственный комитет именно после чьей-то жалобы на его пост. Ольга Ефремова. Следователь по телефону сказал Чернышеву, что у него есть какое-то заявление, жалоба, от Александра Невского, видимо. Господи, какой мрак, в какой средневековый мрак скатилась Россия. И эти люди еще искренне возмущены оккупацией Афганистана талибаном. Как говорится, найдите 10 отличий. Судя по комментариям патриотических блогеров, пострадавшими они в этой ситуации считают себя. Жанна Заритская. Следователю не нужно быть профессиональным историком. Достаточно быть россиянином. Александр Невский – национальный герой. Говорить о том, что он продался за статус, уподоблять его власовцу – это неуважение святынь данной страны. Думает, совсем понятно, почему Чернышева вызвали к следователю. Можно сформулировать так – за разжигание ненависти к русскому народу. Очевидно, что у правоохранительных органов в стране не осталось более важных задач, чем преследовать историков, журналистов и просто блогеров за высказывания о социальных сетях, а заодно и давать оценку историческим событиям, явлениям и персонам. Николай Подосокорский. Характерно, что подобные преследования случайных граждан, рассуждающих в соцсетях на исторические темы, начались после принятия летом 2020 года поправок в Конституцию, закрепивших монопольное право действующей власти на историческую правду. Главными историками в стране теперь стали чиновники, депутаты и силовики, безошибочно определяющие, каков должен быть уровень патриотизма в дискуссиях и что является подлежащим уголовному наказанию осквернением национальных символов от Александра Невского до Валентины Терешковой. Вы слушаете «Цитаты свободы», подкаст о том, как в социальных сетях отреагировали на события последних дней. С вами Аля Пономарева. На днях в Москве установили скульптуру швейцарского художника Урса Фишер. И она сразу же вызвала бурные споры в социальных сетях. Произведение под названием «Большая глина номер 4» представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую копию нагроможденных друг на друга комков глины. У многих жителей Москвы объект ассоциируется исключительно с кучей экскрементов. Дмитрий Данилов. Теперь слово сочетание «большая глина» наверняка станет эвфемизмом. Новый фильм режиссера Н. «Полнейшая большая глина». Сделана из большой глины и палок. Любит народ наш всякую большую глину. Екатерина Рождественская. Ну вот, пока я тут сплавляюсь по горным рекам, в Москве навалили кучу дерьма. Я девушка простая и привыкла называть вещи своими именами. Что ж такое, глаз да глаз за столицей, не оставить ни на секунду. Расклициковал скульптуру в Инстаграме пародист Максим Галкин. Ребят, ну я не мог пройти мимо этой новости. Значит, осенью в Москве на Болотной площади поставят скульптуру современного художника, какого-то Урса Фишера. Я не сильно знаю современное искусство, простите меня. Значит, я посмотрел на эту скульптуру. 12-метровая скульптура. Да простите меня, Урс Фишер и фонд, который это ставит, я так понимаю, это не за деньги налогоплательщиков, это частные инвестиции в развитие современного искусства. Но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Просто это кошмар. Но это как бы современное искусство. И товарищи, которые это делают, они говорят, ну как же, это стояло во Флоренции, это стояло в Нью-Йорке, среди небоскребов. Ну мало ли где что стояло. Флорентийцы хотя бы могут отойти, хотя бы отдохнуть, подышать свежим воздухом около произведения Микеланджело и Гиберти. А нам только до ближайшего князя, если добежать, передохнуть. Потому что, ну это ужасно. Это ужасно. Это реально отвратительно, мерзко. Там нет никакого смысла. В этом нет никакого искусства. И почему никто не скажет, что король голый? Такие художники, это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталантность за какой-то свободой формы. Я так вижу. Ну да, ты видишь, и мы видим, что это говно. Зачем в Москве ставить это на площади? Я не понимаю. Не понимаю. А главное, у нас есть талантливые, классные скульпторы, современные наши. Ну поддержите вы их, если у вас есть свободные деньги. Это ваше право распоряжаться и вкладывать их в любое говно. Ну чисто так, от нас, от москвичей, от зрителей. Больше всего из воения возненавидели провластные традиционалисты. Яркий пост появился в телеграм-канале 4040. Вся эта сатанинская либерда, которая властвует с начала 90-х над нашим образованием, над нашей культурой, над нашими СМИ, над нашей экономикой, решила плюнуть в очередной раз в русский народ, который она люто ненавидит. Если кто-то думает, что этот памятник просто какашки, то он глубоко ошибается. Это памятник триумфа геев над Россией. Геи поставили памятник себе любимым. И специально поставили его напротив Храма Христа Спасителя, чтобы показать всем, что геи правят Россией. И плевать им на поправки в Конституцию, и плевать на законы и традиционные духовно-нравственные ценности, и плевать на стратегию национальной безопасности, подписанную недавно президентом Путиным. Но и многие блогеры вполне либеральных взглядов тоже считают, что большая глина номер четыре произведение бессмысленное и уродливое. Александр Кынев. Пафосная пустота остается пустотой. По мне, левачество в искусстве – такое же высокомерное убожество, как левачество в политике. А напыщенность и высокомерие – это признак полного отсутствия как аргументов, так и уважения к другим. Под эгидой якобы разнообразия, автор в реальности просто отказывает окружающим в праве иметь свое мнение. Это мое субъективное мнение про всю эту урбанину, которая привыкла никого ни о чем не спрашивать. Андрей Макаревич. Удивительно, сколько вони поднялось по поводу этой скульптуры. Я и раньше особых иллюзий насчет массового вкуса наших жителей не питал. Но уровень безграмотной агрессии зашкаливает. К сожалению, если в голове у человека одно дерьмо, то других ассоциация эта голова родить не может. Скульптура стоит на болотной набережной у здания бывшей электростанции, где вот-вот откроется культурный центр под названием ГЭС-2. Этот центр принадлежит фонду ВИАИСИ. Как написано на его странице, фонд развивает выставочную, издательскую, исследовательскую, перформативную и просветительскую программы вне дисциплинарных границ. В появлении этого произведения рядом со зданием фонда нет ничего удивительного. Старший куратор фонда ВИАИСИ Катерина Чичалина прокомментировала большую глину и дискуссию о ней на телеканале «Дождь». Почему оно мне нравится? Потому что на самом деле на нем есть отпечатки автора, то есть это алюминий, на котором сохранились отпечатки автора пальцев на глине, но это не скульптура художника, который говорит «Я Демиург, я творец, это конечное произведение искусства завершенное». Потому что Урс Фиршер в том же гараже делал большой проект, где там 200 тонн глины и все желающие делают скульптуру. То есть это вполне себе искусство, которое говорит о импульсе универсальном, свойственном каждому человеку. Вокруг нас мы живем в мире готовых вещей. У нас готовые машины, мосты, здания с четкой твердой геометрией и формой. Мы живем, не помня о том, из чего все это происходит. Но это такое первоначало, это настолько универсальная вещь и на самом деле настолько простая вещь, что ее, в принципе, долго объяснять не надо. А вот что надо делать, это на нее нужно смотреть. Потому что любое искусство в общественном пространстве – это искусство, которое постоянно меняется. В этом его прелесть. То есть свет меняется, влажность воздуха меняется. Твое настроение меняется, когда ты 50 раз пройдешь туда-сюда, ты по-другому посмотришь на нее. И это всегда, вот вы говорите, скандальное или дискутируемое. Нет ни одного произведения искусства в общественном пространстве, которое бы не вызывало обсуждения. На это, собственно, заложена эта часть пабликарта. То есть оно должно быть. Потому что оно вышло за пределы безопасных стен музея. То есть музей, он как бы находится внутри конвенции. Это оно его защищает, это произведение искусства, вы можете по-разному относиться. А тут, когда оно выходит и лишается своих заградительных стен, этой подушки безопасности, оно становится частью реальности. Ты должен сформировать мнение по поводу того, что это. И это вообще-то очень здорово. Нет ничего более замечательного, чем дискуссия о том, что у нас происходит в публичном пространстве и вообще, что такое публичное пространство у нас сейчас. Поддерживая Чичалину, искусствовед Дмитрий Пеликин. Наблюдаю удивительный взрыв страстей по поводу скульптуры Урса Фишера и скажу кратко. Как объекты рассуждения о скульптуре работа отличная. И то, что она так злит обывателя, тоже ее качественное слагаемое. Но есть и просчет. Фонд VAC опоздал. Они строили свой центр, чтобы доказать, что Россия – это часть Европы и ничего не случилось. Увы, случилось. И мы все дальше уходим в резервацию за новый железный занавес. Поясню кратко, что я вижу в этой работе. Конечно, эта намеренная и весьма удачная провокация от Урса Фишера она уже доводит до ярости комментаторов и это говорит о точности выбора. Но в ней есть и большее. Это разговор о сути скульптуры или, если угодно, о прото-скульптуре. Наблюдение за тем, как аморфная глина через физическое соприкосновение с человеком вдруг обретает форму. То есть в этом низком, а для кого-то прямо физиологическом, парадоксально открывается философия и базис скульптуры. Хотя Фишер тут не первый. Была глиняная серия Ани Шикапура и Клоака Вима де Львуа. Да еще много чего. Но заслуга Фишера в том, что он вывел этот жест в общественное пространство и таким образом сделал частью публичной дискуссии. Многие блогеры считают, что наиболее исчерпывающий комментарий о скульптуре написал архитектурный критик Григорий Ревзин. Любое произведение художника теперь является пощетчиной общественному вкусу. Это часть замысла. Благо в городе всегда есть вкус, который оно оскорбит. А зависеть от айфона, зависеть от шансона, не все ли нам равно от кого-нибудь да прилетит? Что за памятник без скандала? Что за свадьба без драки? С этой точки зрения Большая Глина 4 очень удалась. Красота, как известно, в глазах смотрящего. И говна это тоже касается. В замысле это был кусок глины в руках скульптора. Но он собрал в себя все говно, которому в него кидаются. В замысле это не было памятником. Но здесь, в Москве, эта вещь, которая успела постоять в Нью-Йорке, а потом во Флоренции, неожиданно им стала. Памятником единению в ненависти, которую мы болеваем на странице социальных сетей. И, наконец, многие москвичи считают, что объект Фишера в любом случае лучше большинства скульптур, которые постоянно устанавливают в столице. Всякое лучшее, чем очередные усатые мужики на конях, как написал Твиттер архитектурное излишество. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас на сайте «Свободы», в Ютьюбе или в вашем любимом подкаст-приложении. И советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»